МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Нью-Рюнгринском районе подросток украл сумку и, не обнаружив в ней ничего ценного, выбросил в мусор. 14-летний юноша состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних в дежурную часть ОМВД России по Нью-Рюнгринскому району. Поступило телефонное сообщение от жителя поселка Серебряный Бор о том, что неизвестные лица из кладового помещения похитили принадлежащему ему вещи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый, причастный к совершению данного преступления. Им оказался 14-летний подросток. В здании дизельной электростанции города Томмотел Данского района Якутии произошло возгорание. В управлении надзорной деятельности МВД района сообщили, что пострадавших нет. В категории пожаров возгорание не относится. Причина и виновные устанавливаются. Очередное кибермошенничество в Мирном. В полицию района обратилась женщина, которая сообщила, что стала жертвой обмана. По словам потерпевшей, у нее похитили 75 тысяч рублей, что является значительным ущербом для многодетной семьи. Заявительница пояснила полицейским, что ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из крупных банков. Он сообщил, что банковская карта многодетной матери заблокирована. И для разблокировки необходимо продиктовать по телефону все данные телефонной карты, а также код подтверждения операции, который придет ей в СМС-сообщении. После того, как женщина выполнила все условия, с ее счета было снято 75 тысяч рублей. По данному факту, сотрудниками полиции проводится проверка. Уважаемые граждане полиции, мы призываем вас быть бдительными и не реагировать на подобные телефонные звонки. Не забывайте элементарные правила кибербезопасности. Помните, что настоящий сотрудник банка никогда не станет просить вас продиктовать коды подтверждения и иные конфиденциальные данные вашей банковской карты. Мошенники могут запрашивать данные ваших банковских карт под любым предлогом. Блокировка карты, проверка системы, несанкционированный доступ, технический сбой и так далее. Никогда не проводите операцию по телефону под диктовку третьих лиц и не сообщайте им данные ваших карт. В Якутии мужчина убил человека и спрятал расчлененные останки тела в заброшенной машине. 23 февраля 36-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. Сестра пропавшего обратилась в полицию о розыске брата. Через 19 дней расчлененные остатки его тела нашли в корпусе заброшенной машины в районе ДСК. Установлено, что в свой день рождения уроженец Хабаровска гостил в доме у своего коллеги. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес гостю ножевые ранения, повлекшие смерть последнего. В Алекминском районе Якутии пьяный мужчина украл из квартиры три смартфона и два фотоаппарата. 35-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом, разбив окно. Из дома он похитил три смартфона и два фотоаппарата фирмы Canon. Часть похищенного изъята. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В двух школах и четырех детских садах Кобейского района выявили нарушения температурного режима и условий для обеспечения уровня влажности и освещенности в помещениях. Прокуратура и Роспотребнадзор провели проверку по выявленным нарушениям в адрес руководителей образовательных организаций, вынесены представления. А также возбуждены дела об административных правонарушениях. Должностные и юридические лица оштрафованы на сумму 3000 и 30 тысяч рублей соответственно. А на ГСКТОХТОБЫЛ ХАИ. В Якутске сотрудники полиции раскрыли грабеж в автобусе. Ранее судимый 18-летний парень украл у гражданина сотовый телефон на остановке Новопортовская при выходе из общественного транспорта. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. С 18 марта вступают в силу изменения, внесенные в правила дорожного движения. Согласно которым водители в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов в темное время суток должны быть одетыми в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. ГИБДД поясняет, что закон направлен на повышение безопасности людей, находящихся на проезжей части. Ведь при наличии световозвращателей вероятность попасть под колеса движущегося автомобиля гораздо меньше, так как человека на проезжей части видно издалека. Таким образом, каждому автомобилисту придется приобрести такой специальный жилет-накидку или куртку, положить ее в автомобиль и постоянно возить с собой. Места займут они совсем немного. Наказание за несоблюдение этого пункта ПДД пока не предусмотрено. Но штраф в данном случае не самое страшное, ведь пассивная защита в виде световозвращающих жилетов возможно сохранить тысячи человеческих жизней. Кроме того, если водитель будет находиться на проезжей части без жилета, допустим, ночью за городом, и на него наедет другое транспортное средство, то виноват в ДТП будет сам водитель, который пренебрег требованиями безопасности. Столичная полиция объявляет набор юношей и девушек до 25 лет на очное обучение в образовательной организации МВД России. Студенты могут обучаться в Хабаровске, в Санкт-Петербурге, Иркутске и Красноярске. Обучение бесплатное. Предоставляется общежитие и форменное амбуднирование. Выплачиваются стипендии от 14 до 28 тысяч рублей. Также зачисление в общеобразовательные учреждения МВД является поступлением на службу в органы внутренних дел. Всем зачисленным курсантам присваивается первое официальное звание рядовой полиции, а во время обучения засчитываются за выслугу лет при назначении пенсии. Следственное управление Следственного комитета Якутии напоминает о работе круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности». Любой гражданин, который обладает информацией о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии в отношении несовершеннолетних, может позвонить по телефону 123 и сообщить о таких фактах. Кроме того, вы можете сообщить по указанному номеру о жестоком обращении с ребенком, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и иных нарушениях прав детей. Все сообщения регистрируются и рассматриваются в установленном законном порядке. Круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности» является средством прямой связи граждан со следственным управлением и создана для незамедлительного реагирования по обращениям граждан в вопросах защиты прав несовершеннолетних. Помните, что сообщив следственный комитет о грозящей ребенку опасности, вы можете спасти детскую жизнь. И в конце выпуска по традиции разбавим обстановку. В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о краже двух нержавеющих сотейников и шести сковородок из помещения кухни одного из пабов Якутска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали любителя посуды. Им оказался ранее судимый 42-летний уроженец Волгоградской области, ведущий антисоциальный образ жизни. Подозреваемый проник в паб с черного входа, похищенный кухонный инвентарь, он сбыл бомбетно-спиртное. Возбуждено уголовное дело по статье кража. А на этом у меня все. Хороших выходных. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин